дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 4 по 10 ноября включительно для знака зодиака девы уважаемые девы расклад общий он подходит и мужчинам и женщинам и тем кто в паре и тем кто одинок надеюсь что каждый из вас может для себя найти что-то важное и полезное но помните о том что расклад всего лишь один осмотрит его очень много людей поэтому те карты которые лягут сегодня на стол подойдут только какой-то одной определенной категории дев присаживайтесь поудобнее постарайтесь максимально расслабиться и мы с вами начинаем сейчас по традиции пока я перетасовываю карты вы можете загадать вселенной один вопрос который на сегодняшний день волнует вас больше всего та карта которая останется на дне расклада на дне колоды после выкладки всех ваших карт и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет но эту карту мы рассмотрим самом конце чтения всего вашего расклада также в отношении своего вопроса не забудьте установить временной срок для того чтобы вы понимали в какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет первая карта вашего расклада на данный период покажет вас самих ваши планы мысли ваши эмоции ваши действия и ваше настроение и так первая карта дальше мы посмотрим общий фон событий все этой неделе что же войдет в вашу жизнь что будет происходить у семейных пар для тех кто в паре что вы чувствуете в отношении своего партнера или партнерши и что он или она чувствует в отношении вас что происходит в вашей рабочей деловой сфере что происходит в социальной жизни во взаимодействии с другими людьми также мы посмотрим что ждет наших одиноких прекрасных дев на этой неделе что ждет вас в конце вообще этой недели всего этого периода что войдет вашу жизнь нового и по традиции возьмем карту совета на что же вам нужно обратить основное внимание на этой неделе и вы помните что карта которая осталась на дне колоды это ответ на ваш вопрос да или нет скоро мы к ней дойдем и так первая карта вашего расклада для вас это десяточка чаш замечательная прекрасная карта эта карта конечно показывает позитив эта карта показывает какую-то радость эта карта как правило семейных людей даже если вы не имеете пока еще своей собственной семьи в любом случае эта карта заботы опеки вот ваших родных и близких о вас либо вы о ком-то беспокоитесь эта карта взаимной любви и чувств вот близких к вам людей да и эта карта конечно показывает на взаимность по этой карте у многих из вас уже могут быть детки возможно у кого-то не один ребенок возможно это мысли о детях это желание как-то помочь своим детям в любом случае по десяточки чаш многих из наших дев в начале недели ждет какая-то большая большая радость чем я вас и поздравляю и желаю вам сохранить вот это позитивное оптимистическое радостное настроение до конца всей недели конечно же запаса энергии и сил у вас хватает и эту энергию и силу дают вам ваши самые близкие люди да то есть вы черпаете у них энергию они берут ее у вас то здесь прекрасный обмен энергиями забота друг о друге мысли друг о друге возможно кто-то из вас в голове держит какие-то семейные праздники какие-то семейные торжества может быть вы думаете о каком-то праздничном мероприятии которое хотите организовать а возможно а то мероприятие на которое вас приглашаю да то есть может быть и так вот мысли об этом давайте посмотрим общий фонд событий всей этой недели и здесь для вас выпала мужская карта короля мечей эта карта может указывать на мужчину стихии воздуха это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу то есть этот человек будет иметь большое влияние на вас и на вашу жизнь течение всей этой недели но не обязательно что это мужчина стихии воздуха это может быть любой мужчина но немножечко от такой он холодноватый вот в своих может быть чувствах резки где-то в каких-то высказываниях немножко остренький на язычок имеет холодный сарказм но зато у этого человека прекрасно развита мышление и прекрасный интеллект возможно да этот человек иногда немножечко где-то в каких-то высказываниях у него бывают переборы но тем не менее это какое-то обостренное чувство справедливости у этого мужчины и возможно именно с таким человеком течение всей этой недели вы будете иметь дело независимо от того кто не смотрит мужчины девы или женщины также эта карта может указывать на представителей из госструктуры возможно у вас есть такое общение да с каким-то человеком из органов или человеком при погонах для кого-то эта карта может указывать на человека мужчину врача ну будем надеяться что вам это не понадобится на этой неделе давайте посмотрим что происходит в ваших парах для тех кто в паре и на ваше чувство для вас выпала замечательная карта троечка жезлов на вашего партнера или партнершу выпала карта королевы чаш если говорить о вас милые девы если смотрят меня женщины эта карта показывает вас и мужчин в том числе троечка жезлов говорит о том что конечно же у вас есть желание ваши отношения в паре развивать у вас есть желание какого-то роста вот в доме в семье вам хочется что-то может быть улучшить может быть вы в своем доме над чем-то трудитесь для того чтобы получить в конечном итоге какой-то хороший результат конечно эта карта грит о том что вы готовы вкладываться в свой дом в отношения вы цените по этой карте те отношения которые у вас есть вы уважаете того человека рядом с которым вы находитесь и эта карта говорит о том что и вас также взаимно уважают и любят ваши родные и близкие потому что эта карта как правило показывает не одного человека вы человек очень коммуникабельный и общительный именно в этом периоде времени вам предстоит очень много общения да ну и прежде всего вот вашей семье будет очень много разговоров на этой неделе это может быть какие-то громкие разговоры в которых может быть как вы на себя берете какие-то лидерские позиции может быть в вашей голове рождаются какие-то замечательные идеи которыми вы хотите поделиться со своим близким человеком да такое может быть также эта карта говорит о том что у вас может быть и большое интернет общения вот когда вы дома находитесь об этом тоже может говорить эта карта любом случае также эта карта указывает и на сексуальное желание в отношении своего партнера если говорить о женщинах вот вот этой картой королевы чаш показан ваш мужчина возможно вы немножечко поменялись ролями возможно просто эта карта показывает что ваш мужчина вот видит вас такую любящую нежную добрую ласковую и конечно же он вас любит он ценит в вас вот эту женственность он ценит вас вашу красоту ваш мужчина ценит вас ваши таланты но иногда по этой карте если смотрят меня дамы ваш мужчина может себя немножечко вести как женщина то есть где-то может капризничать у него могут быть перепады настроения до какая-то женская хандра но в любом случае у него все мысли о вас конечно если вы дева брюнетка то возможно возможно ваш мужчина думает совершенно о какой-то другой женщине и возможно это еще какая-то другая светленькая дама которую он держит своей голове ну давайте возьмем дополнение наверное все таки для наших дел нет ли здесь в парах измен давайте возьмем карты для наших женщин возьмем три карты для вас конечно карты замечательные я думаю что даже не стоило бы брать дополнительные и посмотрите в общем-то карты подтверждают мои слова ваших парах я не вижу измен я вижу преданность я вижу любовь отношения однозначно по судьбе отношения которые развиваются отношения в которых люди ценят и уважают друг друга у многих это отношения длиной жизнь и отношения которые однозначно будут развиваться конечно прекрасно у многих здесь по этим картам и прочная семья и дети и мысли вообще как-то вот помочь всем и сразу в вашем доме вашей семье и конечно ваши родные и близкие также готовы по этим картам заботиться о вас никаких измен конечно здесь я не вижу давайте посмотрим что происходит у наших одиноких дев и здесь для вас выпала карта двоечка чаш эта карта говорит о том что наши многие одинокие девы скорее всего уже в кого-то влюблены и возможно по двоечке чаш у вас уже кто-то есть на примете эта карта показывает общение глубокое душевное эмоциональное это когда вы слышите друг друга не только ушами это когда вы можете слышать друг друга сердцами это взаимное притяжение двух людей и желание безграничное желание обладать друг другом если в вашей жизни еще нет такого человека то эта карта может говорить о том что рядом с вами есть какой-то друг или подруга человек который вам очень предан и которому возможно вы очень нравитесь также эта карта может говорить о том что даже если на примете у вас пока вообще никого нет даже друга вы такого или подругу не можете рассматривать таком качестве любом случае эта карта говорит о том что такая влюбленность вашу жизнь в ближайшее время может войти это союз двух сердец это отношения которые действительно могут развиваться и отношения которые могут перерасти во что-то серьезное в любом случае для наших одиноких дев эта карта говорит о том что в течение всей этой недели у вас будет сердечко открыто навстречу новым людям новым связям новым знакомствам и вы проявляете инициативу и в отношении вас вот противоположный пол смотрит и интересуется вами потому что вот где-то ваша доброта красота какая-то ваша нежность никого не оставляет равнодушным по этой карте и конечно в социальной жизни у вас тоже скорее всего есть человек который готов вам как-то чем-то помогать это может быть кто угодно может быть друг подруга да для кого-то это даже может быть кто-то из семьи человек который однозначно вас вот в каких-то ваших делах и начинаниях поддерживать то есть сто процентов вы не одни во вселенной у вас есть преданный вам человек который готов защищать ваши интересы давайте посмотрим что происходит в вашей рабочей деловой сфере и здесь для вас выпала карта восьмерочка пентакли эта карта говорит о том что для наших дев на этой неделе работа есть заработок есть с работой все нормально работаем трудимся эта карта показывает вас как людей квалифицированных мастеров людей которые знают и понимают в своем деле на каком бы поприще вы не работали чем бы вы не занимались эта карта вас показывает как людей трудоголиков людей очень ответственных людей изобретательных и при том вы всегда готовы подучиться еще чему-то новому то есть эта карта может еще показывать многих из дев как людей которые и работают и учатся или возможно вы просто еще чем-то интересуетесь и готовы как-то развивать свои таланты да любом случае вы хотели бы чтобы ваши таланты приносили вам неплохой заработок эта карта говорит о социальной активности эта карта говорит о том что у вас действительно много друзей на этой неделе тоже будет очень большим общения вас очень ценят многие люди именно за ваши рабочие деловые качества эта карта не показывает каких-то огромных денег но это стабильные и уверенные деньги которые вы можете заработать своим трудом если говорить о тех девах которые до сих пор были без работы эта карта предвещает для вас неплохую работу возможно вначале вы будете как старого стартовать как ученик но дальше вы будете расти и подыматься вверх по карьерной лестнице и если приложите в отношении своей работы максимум усилий и трудолюбие замечательная карта давайте посмотрим что происходит во внешнем мире в социальной жизни и здесь для вас выпала карта шестерочка пентаклей уже вторая карта пентаклей это приятно радует это говорит о том что наши девы на этой неделе будут защищены материально это возможно к вам поступают еще какие-то деньги по этой карте из внешнего мира то есть эти деньги не обязательно говорят о том что это что-то то что касается рабочих процессов это могут быть любые деньги от любых людей которые идут ваши руки по этой карте конечно удачное сотрудничество и взаимодействие с другими эта карта говорит о том что вами интересуются с вами хотят возможно создавать какие-то проекты возможно вас кто-то хочет вкладываться возможно вы по этой карте хотите вложить деньги во что-то но в любом случае это прекрасный взаимовыгодный обмен энергиями и если говорить о рабочих процессах и о процессах которые касаются денег вот здесь все ваши вложения на этой неделе будут удачными выгодными и правильными это все то что принесет вам удачу и успех в будущем конечно по этой карте вы показаны как человек добрый с открытым сердцем с большой душой вот вы готовы помочь буквально всем и каждому на этой неделе большая доброта большое сердце и эта карта говорит о том что на этой неделе в вашей жизни все будет относительно спокойно и уверенность вот на сегодняшний день многим из вас будут все-таки давать ваши финансы которые будут входить в вашу жизнь давайте посмотрим события которые войдут в вашу жизнь в конце этого периода и здесь для вас выпала карта рыцаря жезлов эта карта говорит о том что многих из наших где в конце этого периода ждут какие-то поездки дороги передвижения возможно даже если вы не собираетесь куда-то ехать эта карта может показывать какое-то бурное обсуждение каких-то поездок которые вы планируете на будущее но все-таки в любом случае эта карта говорит о том что в конце этой недели вы многие не будете отдыхать вы постоянно вот находитесь в каком-то движении в каком-то перемещении у вас постоянно в голове какие-то идеи что-то вы реализовываете что-то вы воплощаете также эта карта может говорить о том что из внешнего мира к вам поступают предложения от какого-то темненького мужчины это может быть мужчина стихии огня овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно это просто может быть очень такой яркий темпераментный человек который к вам идет с какими-то хорошими предложениями до которые возможно вы будете вместе рассматривать и обговаривать и у вас и ну прежде всего могут быть разговоры о каких-то встречах о каких-то дорогах замечательная прекрасная карта эта карта говорит о том что во внешнем мире есть люди которые вами заинтересованы и скорее всего это мужское лицо независимо от того кто меня смотрит какой-то мужчина вот готов с вами посотрудничать и пообщаться и что-то обсудить это именно то что нужно лично вам и влияние мужского лица в конце этого периода на вашу жизнь если говорить о мужчинах девах то проявите вот больше таких вот огненных качеств в конце этой недели если что-то решили действуйте не останавливайтесь на полпути идите к своей цели и у вас все сто процентов получится давайте теперь посмотрим какой совет дают вам сегодня карты дает вам сегодня вселенная и здесь для вас выпала карта четверочка шезлов эта карта прежде всего показывает на ваше самое ближайшее окружение на ваших родных и близких людей эта карта говорит о том что уделите больше времени своим детям у кого есть детки как видите эта карта очень символично на ней мы видим изображение пресвятой девы да с изображением младенца эта карта может говорить о том что действительно кто-то из ваших родных и близких нуждается именно в вашей поддержке именно в вашей помощи эта карта каких-то приятных теплых встреч возможно вы давно не навещали своих родителей поезжайте в гости соберитесь посидите пообщайтесь это то что принесет вам позитивные эмоции не только вам но и вашим близким ваши близкие вас любят ждут помнят эта карта также говорит о том что если собственно вы сами нуждаетесь какой-то помощи вот ваши родные и близкие вам всегда эту помощь окажут по вот этой замечательной семейной карте эта карта конечно указывает на стабильность семейную прежде всего и эта карта говорит вам о том что вы должны ценить ту стабильность семейную тот очаг который вы на сегодняшний день имеете дорогие девы конечно у кого в семье все плохо и у вас доходит до разводов этот расклад просто не вас сегодня расклад выпал наверное для более счастливой категории дев и конечно я приятно радуюсь когда на столе лежат хорошие замечательные карты также эта карта может говорить о том что возможно вам нужно подумать о совместной организации отдыха вот всей семьей именно вы должны быть инициатором вот этих встреч и это то что действительно пойдет и вам и вашим близким на пользу давайте посмотрим карту которая осталась на дне колоды и она ответит на ваш вопрос да или нет здесь для вас выпала карта туза мечей конечно эта карта довольно таки грозная эта карта говорит о том что в отношении вашего вопроса есть какие-то проблемы и трудности но вы желаемое сто процентов достигните достигните вы его в борьбе достигните вы его приложив только максимум усилия достигните вы свое желаемое да только в том случае если не будете пасовать перед трудностями а будете их преодолевать эта карта может говорить о том что если рассматривать ее для вас как совет что в отношении своего вопроса если вы что-то хотите в этой жизни получить будьте настойчивыми верьте в себя рассчитывайте прежде всего на свои силы и умейте отстаивать по этой карте свои интересы возможно где-то вот в отношении того вопроса который вы задали вам нельзя быть мягкими а наоборот нужно проявить какую-то жесткость уверенность и тогда желаемое да сто процентов вы получите эта карта говорит только о каком-то начале да то есть возможно вы только стартуете в отношении чего-то важного в своей жизни находитесь на каком-то первоначальном этапе но это то что в дальнейшем будет давать вам рост и развитие если вы получите желаемое да замечательная прекрасная карта но вам придется немножечко побороться расклад уважаемые девы для вас на эту неделю выпал неплохой и начало этой недели прекрасные позитивные эмоции очень много семейных теплых карт выпало для вас и десяточка чаш и четверочка жезлов и троечка жезлов и мы видим двоечку чаш для одиноких очень много карт и которые показывают семейность любовь прекрасные положительные эмоции на этой неделе эта карта говорит о том что вас очень любят ваши родные и близкие и конечно вы без денег в этот период не останетесь здесь все у вас хорошо стабильно и спокойно ваши денежки будут давать вам уверенность давайте возьмем у вселенной еще одну карту у нашей колоды помощника для того чтобы понять что есть на этой неделе скрытого для ваших глаз невидимого но то что вам нужно знать и то что возможно вы могли бы предотвратить или просто получив данную информацию ну как-то себя обезопасить или улучшить качество своей жизни давайте возьмем карту помощник что вам нужно знать расклад для вас выпал хороший посмотрите сама собой разворачивается карта феникса птицы феникса эта карта говорит о том что какими бы ни были в вашей жизни трудности в прошлом в настоящем в будущем вы будете как вот эта птица феникс вы будете возрождаться из пепла у вас всегда будет появляться энергия и сами высшие силы будут вас защищать вы очень сильные и мощные люди по этой карте вы очень волевые эта карта вас показывает как людей которые для того чтобы дойти к сегодняшнему успеху к тому что на сегодняшний день имеете вы в этой жизни эта карта говорит о том что вы выстрадали очень много вы не распадали у вас не раз были моменты когда вам казалось что уже все до жизнь заканчивается но эта карта говорит о том что всегда высшие силы дают вам новый старт новый взлет и новое возрождение и так будет и прежде так будет и в будущем помните об этом милые девы не бойтесь никаких трудностей не бойтесь никаких препятствий и все у вас в этой жизни получится даже карта дополнения для вас выпало очень замечательно она говорит о том что та категория дев которая смотрит меня сегодня это очень мудрые умные глубокие люди с очень непростой судьбой и эта карта говорит о том что вы из всего умеете извлекать уроки уважаемые девы я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых встреч до новых видео подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться друзья а сегодня всем до свидания